Вы ощущаете себя не в своей тарелке, из-за постоянного стресса и хронической усталости. Силы как будто уходят от вас. И нет настроения браться за работу и даже заниматься любимым хобби. Все это длится уже не первый месяц и даже не первый год. Пришло время обратиться к врачу и сдать анализы. Ведь вполне возможно, что у вас в организме образовалась нехватка магния. А прежде чем начать, предлагаю вам подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Приятного просмотра! Что же такое магний? Это вещество, обозначающее символом МГ. От латинского «магнесиум» слово «магнезия» упоминалось уже в старинных рукописях 3 века н.э. И по всей видимости оно протекает от магнессии, города Фессалии. В древние времена магнесийским камнем именовали магнитную окись железа, а магнит обозначался как магнез. Лишь в нашем языке употребляется исходный вариант – магний. Наряду с ним в начале 19 века существовали и другие наименования. К примеру, магнез и магнезий. В целом в нашем организме содержится приблизительно 25 граммов магния. Он выполняет значимую функцию в создании свыше трех сотен ферментов. Магний участвует в электрическом и электролитном обмене. Данный элемент является регулятором клеточного роста. Магний требуется на протяжении всего процесса синтеза белковых молекул. А в процессах мембранного транспорта магний имеет просто огромное значение. Этот элемент содействует расслаблению мышечных волокон. Огромнейшая польза магния для человека состоит в его натуральном антистрессовом действии, которое замедляет процесс возбуждения в центральной нервной системе и уменьшает восприимчивость организма к влиянию извне. Как думаете, каковы же симптомы нехватки магния? Предполагается, что нехватка магния, попадающего в организм с пищей, присутствует у 25-30% жителей Земли. Связывают это с современной обработкой и использованием минеральных удобрений для овощей. В результате чего магния не достает в почве. Нехватка магния в хронической форме зачастую встречается при сахарном диабете, артериальной гипертонии, атеросклерозе, эпилепсии, остеопорозе и т.д. Повышается потребность магния в периоды беременности, грудного вскармливания, полового созревания, пожилого и старческого возраста, больших физических нагрузок, эмоционального напряжения, частого и продолжительного нахождения в бане, нехватки сна, воздушных перелетов и пересечений часовых поясов. Приводит к дефициту магния употребление кофеина, алкоголь содержащих и наркотических веществ и ряда лекарств, в частности с мочегонным эффектом, способствующих выходу магния с уриной. Нервная система человека остро откликается на пониженный уровень магния определенными симптомами – беспокойством, нервозностью, страхом, бессонницей, усталостью, снижением внимания и памяти, судорожными припадками, тремором, головными болями, без видимых причин. Магний, в особенности в совокупности с витамином В6, стабилизирует состояние высших отделов нервной системы во время эмоционального напряжения, депрессии, невроза. Это закономерно, поскольку нахождение в стрессовом состоянии, физиологическом или психологическом усиливает необходимость магния, что влечит за собой его внутриклеточную нехватку. Чем старше человек, тем более выражен у него магниевый дефицит, который доходит до предела в возрасте за 70 лет. Согласно исследованиям, недостаточный уровень магния является дополнительным, например, к артериальной гипертонии, фактором риска инсульта и инфаркта, а также одним из серьезных факторов возникновения тромба в сосудах. Прием магния, содержащих препаратов, помогает сократить риск появления тромба. Есть мнение, что магния имеет положительное влияние, сдерживая процесс атеросклероза. Уровень магния в крови тестируется у пациентов с неврологическими заболеваниями, имеющих синдром хронической усталости, вегетососудистую дистонию, депрессию и астению. Норма содержания магния в сыворотке крови у детей составляет от 0,66 до 1,03 ммоль на литр, у взрослых от 0,7 до 1,05 ммоль на литр. Однако лабораторные показатели анализов сыворотки крови и мочи на уровень магния у пациентов часто не дают полной картины, поскольку данный элемент главным образом сосредоточен в костях. В связи с этим зачастую применяются специальные тесты для рассматривания симптомов. Человеку необходимо самому научиться видеть подсказки своего тела и затем сообщать о них врачу, не увлекаясь самолечением. Источники магния. Для здорового человека норма потребления магния в день составляет 350-800 мг. При магниевой недостаточности требуется дополнительный прием элемента из расчета от 10 до 30 мг на 1 кг массы тела ежедневно. Помимо коррекционной диеты используют и медицинские препараты. Тканевые депо насыщаются магнием за 2 месяца и более. Коррекционные препараты, которые предпочтительны, это неорганические и органические соли магния. Регулярный здоровый рацион питания способствует поддержанию нормального уровня элемента. Следует употреблять больше орехов, минеральной воды и свежих овощей и съедобных водорослей. Ограничить себя следует в потреблении газировки, алкоголя, фастфуда и выпечки. Наибольшее количество магния содержат пшеничные отруби, тыквенные семечки, какао-порошок, а также кунжут и обычные отруби. Но по причине большого содержания фитина в данных продуктах магний усваивается в малом количестве при их потреблении. В связи с этим лишь зеленые овощи являются оптимальным источником магния. Однако для устранения дефицита магния в первую очередь надо проконсультироваться с лечащим врачом. По поводу приема магний, содержащих препаратов. В особенности при нахождении в состоянии стресса и при подготовке к беременности. Магний B6. Польза и вред. Противопоказания. Препарат магний B6 в классической форме назначается при дефиците магния. Он является препаратом магния номер один в России, имеет широкую доказательную базу, европейский сертификат, качество и зарегистрирован в 52 странах мира. Препарат магний B6 в классической форме показан к применению при повышенной раздражительности и утомляемости, незначительных нарушениях сна, болях и спазмах мышц, желудочно-кишечных спазмах, учащенном сердцебиении, ощущении покалывания в мышцах. При отсутствии улучшений по истечении месячного курса лечения продолжать принимать препарат не имеет смысла. Существуют другие формы выпуска препарата магний B6 в новой большой упаковке. Магний B6 форте содержит в два раза больше магния и витамина B6. Питьевой раствор подходит для маленьких детей. Побочными эффектами приема классической формы препарата в редких случаях являются аллергические реакции, включая реакции кожи, крапивница, зуд, а также диарея, боли в животе. Частота их встречаемости при применении магний B6 пока неизвестна. Классический магний B6 противопоказан при тяжелой почечной недостаточности, а также при непереносимости фруктозы, синдроме глюкозогалактозной мальабсорции. Дефиците сахарозы изомальтазы нельзя принимать его детям до 6 лет. Не следует применять одновременно с магний B6 леводопу. Препарат применяется с осторожностью в случае умеренной почечной недостаточности, поскольку есть риск развития гипермагниемии. В течение беременности прием магний B6 возможен только в случае необходимости и по совету доктора. Не следует принимать препарат в период лактации и грудного вскармливания, поскольку магний проникает в грудное молоко. Симптомами передозировки, проявление которых зависит от скопления магния в крови, являются снижение артериального давления, тошнота, рвота, угнетение центральной нервной системы, снижение рефлексов, изменение на электрокардиограмме, угнетение дыхания, кома, остановка сердца и паралич дыхания, анорический синдром. При передозировке препаратом в случае почечной недостаточности может развиться отравление магнием. Что хочется сказать в заключении? Магний требуется нам для защиты от стресса, для поддержания баланса в нервной системе и для нормального протекания беременности у женщин. При его дефиците наблюдаются перечисленные в статье проблемы с самочувствием, решения которых лучше не откладывать, а обратиться к доктору, чтобы не усугубить свое состояние. Продолжение следует...